Привет друзья! Сегодня хочу поделиться еще с одним любимым лакомством у корейцев это каджури. На больших мероприятиях обязательно подают на праздничный стол чимпени, чартаги и каджури. Этот традиционный десерт готовится из рисовой муки и жарится на большом количестве масла. По текстуре они хрустящие и сладкие, похожие на хворост. Они буквально тают во рту, до того они воздушные. Уверена, что всем, кто хоть раз попробовал каджури, не забудь этот вкус никогда. В первую очередь подготовим соевое молоко. Для этого нужны соевые бобы. Их нужно предварительно замочить в воде и дать им разбухнуть на несколько часов. Из этих бобов делаю тофу. Бобы хорошо впитали воду и стали мягкими. Откидываем на сито и даем стечь в воде. Откидываем в бобы блендер и наливаем туда воду. Включаем блендер и пробьем мелко, как на пюре. Подготовим плотную ткань или марлю, сложенную 2 или 3 раза, и выжать молоком. Убираем молочко в сторону. Можно положить в холодильник, если не будете использовать сразу. Из остатков сои можно сделать вкусные котлетки. Для кадюри обязательно нужно использовать рисовую муку с высоким содержанием клейковины, чапсаль. Из простой рисовой муки не получатся такие воздушные и хрустящие кадюри. По желанию можно добавить соль и сахар. Наливаем понемногу соевое молоко и растираем в крошку. Молоко подливаем постепенно. Главное не переборщить, а то тесто получится слишком жидким и тяжело будет потом раскатать пласт. Тесто должно получиться рассыпчатое, но при сжимании в кулаке оно держит форму. Парить буду мантоварки предварительно застелить плотной тканью ХБ и разровнять ровно по всей поверхности. Прикроем тканью и поставить на заранее кипящую воду на 30 минут. Готовое тесто переложить в посуду или на пленку, застеленную на столе. Тесто очень горячее и податливое. Подливать понемногу оставшееся соевое молоко и замесить эластичное тесто. Молоко тоже добавлять по ложечке, постепенно. Если тесто совсем жидкое, то не нужно добавлять его. Главное, это нужно делать, пока тесто горячее. Холодным уже будет тяжело его размесить до однородного состояния. Поэтому обязательно одевайте перчатки. Тесто получается, как на чартаге, очень мягкое и в то же время упругое. Как только оно станет однородным, можно уже приступить к раскатыванию в пласт. Предварительно нужно стол присыпать мукой. Поверх теста тоже нужно присыпать мукой и раскатать скалкой, прямоугольник. Постараться раскатать тонко и равномерно, по крайней мере. Подсыпать муку нужно по необходимости. Стараться слишком не забивать тесто мукой. Если тесто раскатать слишком тонко, то кадюри будут хрупкими и будут ломаться в готовом виде. А толстые не будут хрустеть хорошо. У меня примерно получилось 2 мм толщина теста. Разрезать тесто острым ножом, желательно размером не больше вашей сковороды. Напоминаю, что они слишком увеличиваются при жарке и это надо все учитывать. Обычно кадюри, как мы все знаем, в форме квадрата или прямоугольника. Я режу на 8 частей и размер кадюри в нежареном виде 12 на 15. У меня размер сковороды, где я буду жарить кадюри диаметром 30 см. Теперь готовые листы теста нужно хорошо подсушить. Время от времени переворачивать, чтобы они не скрутились. На сушку у меня ушло 2 дня, но можно сушить и 1 день. Этого бывает достаточно. Жарить кадюри нужно на большом количестве масла. Предварительно разогреть. Для проверки кидаю небольшой кусочек. Огонь ставим средний, даже ниже среднего. Если вы жарите впервые, то лучше жарить на маленьком огне, так как нужно сначала приноровиться и быстро разглаживать концы, чтобы они не свернулись в трубочку, а были ровными. Слегка поглаживая кадюри, нужно придавливать к окну. Если образовываются большие пузыри, то нужно проткнуть его вилкой. Подрумяниваем с двух сторон, переворачивая аккуратно. Как видите, они получились под размер сковороды. Можно даже было и немножко поменьше разрезать на чуток. Готовые кадюри вытаскиваем на подготовленный поднос, застеленный бумагой. Как видите, ничего сложного нет. Жарится не больше минуты. Кажется очень жирным, но на самом деле масло вбирает не так много, как обычный хворосль из муки. Не знаю, как другим, но мне очень нравится эта процедура жарки. Тесто, как по волшебству, красиво вздувается и увеличивается. Наполняется изумительными пузырьками, и мне хочется поскорее похрустеть ими. Наверное, и поэтому кадюри любят все – дети и взрослые – за его воздушность, легкость и нежность. Всего несколько минут, и получилась гора вот такой изысканной сладости. Можно, конечно, похрумкать и так, но тогда это будет просто как хворост рисовый. Для кадюри используют йоси – рисовый сироп. Это и есть основная сладость, которая придаст кадюри особенный вкус. Рецепт йоси вы найдете у меня на канале. Ссылку я оставлю внизу. Распределить сироп ровным слоем, с одной только стороны. Сверху посыпать попкорном. Это жареная воздушная кукуруза. Также попкорн можно заменить воздушным жареным рисом. И еще можно посыпать жаренными кунжутными семенами и сахарной посыпкой. Особенностью традиционных корейских десертов является простота и в то же время изысканность. Кроме этого, они очень полезны для здоровья. Их ведь готовят из питательных продуктов. Кадюри не приторны совсем. И невозможно остановиться, когда откусываешь кусочек. Хочется еще и еще. Кадюри великолепен неповторимым вкусом. И можно с уверенностью сказать, что это самый популярный десерт на всех свадьбах, юбилеях, асянди и других больших мероприятиях. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Оставляйте свои комментарии или вопросы по этому видео. И еще я буду вам признательна, если вы поставите лайк и подпишетесь на мой канал. С вами была Наталья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...